Девушки, такие новости про вас узнал плохие. Представляете, в общем, узнал такую статистику, что чем выше IQ у женщины, тем меньше у нее продолжительность жизни. Это ужасно. Сколько будет 7 и 8? Поздравляю вас, до 80 доживете. Но если вдруг кто-то сосчитал про себя тревожный звоночек, срочно, срочно нужно тупеть. Этим вечером не читайте кафку, сходите на каху. Или, допустим, на выходные запишитесь на ноготочки, понюхайте лак, плюс 8 лет сэкономитесь, понимаете, жизни. Ну, честно, блин, это несправедливо, понимаете? Чем умнее девушка, тем меньше она живет, значит, чем глупее, тем дольше живет. И выходит, что феминистки вообще будут жить вечно, понимаете? Да, в Питере, конечно, про такое шутить. Ну, ладно, я в целом, знаете, мне нравятся феминистки тем, что они за бодипозитив. Вот, знаете, все, что такое, в общем, это когда человеку помогают принять его собственное тело. Я просто, мне очень тяжело принять свое тело, честно. Я, знаете, просто, ну, бывает такое, когда вот перед девушкой раздеваюсь, да, там мизинец. Отвратительно вообще, я не знаю, ну, честно, это как будто Квазимода на ногу сбежал. Это ужас какой-то, серьезно. Многие мужчины по этому поводу комплексуют, и вы знаете, как их отличить? Сандали с носками и за мизинца, понимаете? Вот, в аквапарке увидели мужчину в ластах по той же причине, серьезно вам говорю. Вот, еще у меня, знаете, стебут за мой вес. У меня приросте 170, вес 56 килограмм. И мне такие все говорят, фу, ты дрищ, кожа до кости, ужас какой. А что было бы, если бы они узнали, что я как-то на работе в туалет сходил и стал весить вообще 55? Ну, я там просто много плакал. Короче, вот, смотрите, я... Спасибо. Я девушку не могу найти настолько, что уже отчаялся, что решил спросить совета у мамы. Вот, я такое говорю, типа, мам. Говорю, мам, не могу найти девушку? Мама такая, да блин, Андрей, ты же все знаешь. Если не можешь найти, всегда поступай одинаково. Сядь, успокойся. Вспомни, где в последний раз видел, понимаете? Ну, это так не работает. Мам, девушка же не пульт от телевизора. Я не хочу ее найти под диваном в целлофановом пакете, это будет ужасно, так ведь? Вообще, как будто, ну, знаете, это двойные стандарты. Мне кажется, объективно, мне тяжелее найти девушку, чем я найти меня. Понимаете, в чем дело? В общем, смотрите, если я встретил девушку, и она для меня красивая, мне этого все-таки мало. Но если я для девушки некрасивый, ей этого достаточно. Понимаете? И это меня жутко раздражает, потому что, когда я кого-то встречаю, да, вот, мои друзья такие собираются, говорят, Андрюха, держись за него, не отпускай ни в коем случае, иначе умрешь лошаре, понимаете? Но, когда она со мной встречается, да, собирается консилиум из ее подруг, и они такие, подожди, не торопись, найдешь себе парня с охрененным мизинцем, вот, и с нормальным лицом. А не как у ленивца из ледникового периода, да? Блин, ну, честно, это дурацкие, блин, двойные стандарты, понимаете? Как будто они еще идут прямо со школы, да? Типа вот, ну, если девочка в одиннадцатом классе, да, пришла на урок физической культуры в маечке без лифчика, то все такие, ой, она любит свободу. Я пришел в шортах без трусов, все такие, фу, о, господи, ужас, блин, Андрей Сергеевич, вы больше не физрук, мы вас увольняем, понимаете? Дурацкие, дурацкие двойные стандарты. Вот, я с девушкой расстался, мне кажется, по той причине, что она мне не доверяла. Она часто говорила, знаете, такую типичную для этого фразу, вот эту, ты меня не любишь. Все же знают, ну, вообще дурацкая фраза, ты меня не любишь. Ну, во-первых, да, объективно. После такого, после такого, ну, ни о какой любви речи быть не может. Понимаете, это ультимативная фраза. После нее невозможно адекватно продолжить разговор, ни в коем случае. Никогда такого не будет, что девушка скажет, ты меня не любишь, а парень скажет, нет, это ты меня не любишь. Ты первый меня бросай. Ну, вот я и бросил, понимаете? Это совершенно дурацкая фраза. Ты меня не любишь, звучит как обвинение. Поэтому встретимся в суде, сучка. Я буду сам себя адвокатом, буду себя защищать. Вот, и скажу, товарищ, судья, я полностью невиновен, потому что у меня есть доказательства того, что я проявлял внимание, заботу и эрекцию. Вот, вот, видео доказательства, все на одном видео праздника, знаете, вот, семейного. И там бабушка такая, да-да, я свидетель, это был мой день рождения. Понимаете, в чем дело? Ну, вот, и понимаете, в чем дело? Судья полностью встанет на мою позицию, он скажет, ну, при помощи эрекции полностью оправдан, значит, вот. И я считаю, что обвинения все сняты, дело закрыто и стукнет молоточком, понимаете? Вот, а я скажу, извините, у меня еще есть встречное обвинение, я хочу ее обвинить в том, что она вела себя, как тупая сука. И она такая, что такое, товарищ судья, так нельзя, я не вела себя так, я протестую, я протестую, скажет она. Вот, а товарищ судья скажет, протест отклонен, потому что тупой суке слово не давали, дело закрыто. Понимаете, стукнет молотком. Ой, спасибо, вы замечательные. Слушайте, мне очень нравятся сейчас фильмы, слэшеры, знаете, что такое это, слэшеры? Ну, ладно, объясню. Слэшеры — это такие фильмы, где все чаще происходят по одному сценарию. Группа студентишек выбирается на природу, где их беспощадно убивают и кромсают за то, что они беспорядочно трахаются, понимаете? Я обожаю эти фильмы, потому что сам неоднократно был на турслетах, понимаете? И для меня там сексом даже не пахнет, понимаете? Я тот человек, который рубит дрова, носит воду, собирает палатки. Если вы трахались в этот момент, ради бога, пусть вас убивают, честно. Я не против даже, чтобы меня убили, потому что мне не придется собирать эти ебучие палатки обратно, понимаете? Вот, ну, серьезно, серьезно, да. Турслет — это не место для секса, понимаете? Ну, девушки там не сексуальные, даже такие, как вы, простите, честно. Да, девушки на турслетах липкие. Но не от пота и желания, так ведь? А от москитола. Ну, ёба, они... Они им побрызгаются, да, в шею такую засосешь, потом весь спальный мешок задрещешь. Ну, кому это надо? Лично, лично не мне. Вот, я к тому веду, что, знаете, мне непонятно, почему сценаристы в фильмах ужасов до сих пор считают какими-то страшными делать, знаете, антагонистов монстров или вот привидений, да? Кто такие вообще привидения? Это вот те бабайки, пока ты спишь, они посуду твою на кухне громят, так ведь? Ну, типа, было бы это у меня дома, мама бы ему пиздов дала. Ну, вообще не страшно, так ведь? Вот. И я думал, кто мог бы стать очень страшным антагонистом в слэшере, да, или фильме ужасов, и я понял, это должен быть пожилой человек. Вот вы не верите, попробуйте хотя бы одну ночь провести в заброшенном доме с пожилым человеком. Уверяю вас, тогда вас точно бы не отпускало ощущение, что за вами кто-то наблюдает, в коридоре кто-то скрипит, естественно, коленями, да? Вот, и... Ну, блин, серьезно? Пожилой человек, это же страшно. Ну, он бы, знаете, как убивал? Он бы не использовал мачете, так ведь? Ну, потому что замахнется артрит, все, уже, ну, застрял, да? Вот, он бы душил, и не пердежом от голубца, как вы понимаете, да? Он бы... Он бы душил томометром, на шею бы его наделал, так он стал бы накачивать его, знаете, вот пока... В этот момент он стал бы еще больше издеваться над вами, дал бы мобильный телефон и сказал бы, давай-давай, звони в скорую. Они все равно по этому адресу уже не ездят. Вот, еще, мне кажется, знаете, что, если вдруг вы, ну, попали в такую ситуацию, что за вами гонится маньяк, пожилой старик, убийца, ни в коем случае не прячьтесь под кроватью. Серьезно, вы только растянете свою мучительную смерть. Вот, потому что, ну, смотрите, вы спрячетесь под кроватью, он зайдет в дверь и будет стоять. Потому что забыл, зачем захотел, да? Потом вспомнит, что вас надо все-таки убить, пойдет к кровати, понимаете, станет наклоняться, и у него челюсть упадет прямо к вам. Все, он точно вас настигнет. Что делать в этот момент, казалось бы? Ну, ничего, поможет смекалочка. Пока он наклоняется, это будет минут 20, да, в принципе, вот, найдите Снилс и херачьте в обратную сторону. Он за ним побежит, честно. Спасибо. Спасибо.